Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала DVPlay Video, а также посетители сайта DVPlay.ru. Меня зовут Пётр, я приветствую вас от своего имени, а также от имени компании DVPlay. Сегодняшнее видео адресуется всем покупателям, а также всем пользователям современных цифровых телевизионных ресиверов DVB-T2. Сегодня мы познакомимся с бесплатным бонусом, который идёт практически к каждой приставке DVB-T2. Познакомимся со встроенным HD-медиаплеером. Как показывает моё общение с покупателями, подавляющее большинство даже и не представляет, что их покупка способна не только принимать 20 цифровых телевизионных каналов, что помимо этого она может стать буквально, ну скажем, мультимедийным центром. Она может воспроизводить видео в качестве Full HD, может воспроизводить музыку, чуть ли не как музыкальный центр. Обеспечивает просмотр фотографий, даёт нам возможность устроить, ну, я бы сказал, музыкальное слайд-шоу. Позволяет записывать телевизионные программы с последующим их просмотром. И вот представьте, что 90% покупателей об этих возможностях даже и не имеют представления. Ну, чтобы не валить всё в одну кучу, как и что записывать, на что записывать телевизионную картинку, какие для этого есть способы, а также о функции отложенного просмотра, я расскажу в следующих видео. А сегодня наш разговор будет об HD-медиаплеере. Показывать я буду его на BBK 124. Тут не надо искать никакого скрытого смысла. Показываю на BBK просто потому, что он мне подвернулся под руку. Внешний вид меню в разных моделях разных производителей может отличаться, но я думаю, что это не будет препятствием для освоения этой нехитрой функции. Итак, за дело. Перед нами приставочка DVB-T2 BBK SMP124HDT2. В USB-порт мы можем подсоединить флешку или винчестер. У меня подготовлен винчестер на полтерабайта с уже закачанными на него видеоматериалами, а также звуковыми файлами и фотками. Подключиться к телевизору мы можем как с помощью колокольчиков, так и с помощью HDMI кабеля. Ну, тут, естественно, надо помнить, что если у вас контент высокого качества, хорошего качества, то при подключении через колокольчики это качество мы, безусловно, потеряем. Поэтому, естественно, лучше подсоединяться к HDMI кабелям. Ну, если, конечно, в вашем телевизоре есть HDMI-вход. Так, давайте посмотрим еще пульт дистанционного управления. Вот эта его часть пульта отвечает как раз за управление HD-медиаплеером. Ну, тут всякие стоп-паузы, перемотки туда-сюда, ну и так далее. Также кнопочка медиа, кнопочка USB. С помощью их мы можем обратиться к внешнему накопителю. А также через нажатие кнопочки меню. Ну, предварительную часть мы оговорили. А теперь давайте пойдемте к телевизору, посмотрим, как все будет выглядеть на большом экране. Так, ну вот мы уже около телевизора. Приставочку я подсоединил HDMI кабели. А также к самой приставке подсоединил полуэтерабайтный вещейстер, который я вам показывал. Ну, а теперь давайте посмотрим, как работает HD-медиаплеер. Для того, чтобы нам его задействовать, мы можем это сделать тремя путями. Через нажатие кнопочку медиа, через нажатие кнопочки USB или через меню. Об этом я уже говорил. Ну, в принципе, мы попадаем практически в одно и то же место. Единственное, есть небольшие отличия, о которых мы сейчас и поговорим. Я нажал кнопку медиа, перед нами открывается вот такое меню. Теперь давайте сконцентрируемся немножко на понимании работы HD-медиаплеера, который встроен в цифровой телевизионный ресивер. Тут есть один нюанс, который многие не понимают сразу же и сталкиваются с трудностями. Если его освоить, то, в общем-то, никаких проблем возникнуть не должно. В Винчестер или во флешку нельзя просто зайти и пытаться запускать любой файл. Там музыкальный, там фотку или видео. То есть, перед тем, как мы заходим в Винчестер или флешку, мы должны знать, что мы будем запускать. Тип файла. Это будет музыка, это будет изображение, фотография, там картинки какие-нибудь. Или это будет видео. А также это может быть предварительно сохраненная телевизионная передача какая-либо. И, соответственно, мы должны для начала выбрать, что мы будем просматривать. Если вот сейчас обратите внимание, в левом верхнем углу, ну, типа катушечки такой нарисованы, и аббревиатура ПВР. Это как раз предварительно сохраненные, ну, что-то с телевизора, с телевизионного канала снятые. И записанные на Винчесте вот у меня в данный момент. Если мы хотим просматривать видео, которое у нас было предварительно записано на этот Винчестер, то перед этим нам нужно выбрать папку «Видео». И только после этого заходить в Винчестер, искать это видео и запускать. Переключение между этими режимами кнопочкой «5» происходит. Подсказка у нас находится в левом нижнем углу этого меню. Вот обратите внимание, перекол написано. Это как раз и будет переключение. Вот я нажимаю кнопочку «Меню». Видите, активность стала менюшка «Музыка». Еще раз нажимаю «5» – «Изображение активное». Еще раз нажимаю – у нас «Видео активное». Вот такая вот фишка. Сейчас я нажимаю «Exit», возвращаюсь в режим работы телевизора, нажимаю кнопку «USB». Ну, как вы видите, попадаем в ту же самую менюшку, но активная у нас не ПВР, а кнопка «Видео». Вот и вся разница между нажатиями этих кнопок. Ну, а теперь запущу кнопку «Меню». И теперь обратите внимание, тут уже запускается общее меню BBKey SMP124 HDT2. Тут, естественно, у этого меню несколько пунктов. Это «Настройки». Смотрим верхнюю строчку. Это «Настройки системы». «Настройки ДЛБТ». То есть на каналы «Редактор». Ну, нас интересует медиаплеер. Здесь та же самая фишка. У нас четыре пункта – ПВР, видео, музыка и изображение. Еще раз повторяю. Если мы собираемся слушать музыку, заходим в музыку. Если мы собираемся смотреть видео, заходим в видео. Если мы хотим устроить слайд-шоу, посмотреть фотографии, то идем в изображение. Ну, предположим, давайте зайдем в видео. Зайдем в «Винчестер». У меня тут папочка специально подготовленная с видеофайлами. Видеофайлы разного расширения. Ну, вот первый – МКВ. В правом верхнем углу, как видите, есть окошечко предпросмотра. А также информация о разрешении этого файла и его размера. Давайте его запустим. С помощью кнопок перемотки, стоп-паузы мы можем управлять, как обычным, ну, скажем, DVD-плеером. Шикарное качество. Тут и говорить нечего. МКВ запускается нормально. МП-4. Давайте МП-4 посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Тут у меня два рекламных ролика. Кэновский. Сейчас я чуть-чуть промотаю подальше. Шикарное качество. Full HD. Никаких тормозов. Рекламный ролик GVC. Причем, что каноновский, что рекламный ролик GVC, они с таким очень приличным битрейдом от 15 до 20 мегабит. Ну, как вы видите, совершенно спокойно HD Media Player справляется с этим файлом. Ну, что ж, видео мы посмотрели. Здесь несколько изменилось-то. Так, еще раз давайте пройдемся по азам. Если мы попадаем вот в это меню, нам нужно определиться, что мы смотрим. Видео, музыку, изображение или предварительно записанный телевизионный канал. Переключение между этими режимами осуществляется нажатием на кнопку 5. Подсказка у нас в левом нижнем углу. Вот у нас ПВР, музыка, изображение, видео. Ну, видео уже мы посмотрели. Давайте посмотрим, послушаем музыку. Вот мы ее выбрали, выбираем винчестер, выбираем ту папку, где находится у меня аудио. Да, кстати говоря, если вот сейчас я войду в папку видео, то, как вы можете заметить, никаких файлов здесь нет. Хотя только что мы их отсюда просматривали. Все почему происходит, потому что мы сейчас выбрали музыку. А расширений музыкальных приставочка здесь не обнаружила. Поэтому она нам показывает, что папка пустая. Музыкальных файлов здесь нет. Ищем аудио. Вот у нас аудио. Здесь, соответственно, музыка у нас в полный рост. Смотрим, опять перемоточки все эти присутствуют. Стопы, паузы там и так далее. Есть полосочка прогресса, проигрывания мелодии. Общая продолжительность ее, название. Ну, короче говоря, информация минимальная, конечно, по сравнению с навороченными mp3-плеерами. Но ее, в принципе, вполне достаточно. Я думаю, с этим тоже все понятно. Давайте теперь посмотрим, что у нас с изображениями. Так, выскочил. Так, пятерочкой переключаем. Находим изображение. Заходим сюда. Заходим в Винчестер. Так, где у нас тут фото? Вот у нас фото. Ну и, соответственно, можно либо просматривать в режиме слайд-шоу, либо можно их перематывать по одной. Как угодно. Либо просто пролистывать здесь и в окне предпросмотра оценишь, что же там находится. В случае, если нам хочется посмотреть эту фотографию, нажимаем ОК, и она укрупнится. Еще один фокус я сейчас вам покажу. Так, сейчас идем в музыку. Ну, фокус какого содержания? Я хочу показать, как устроить слайд-шоу с помощью аудио, которое у нас есть на нашем носителе, на Винчестере или на флешке. И с помощью набора фотографий, которые у нас имеются. Так, выбираем музыку. Потом нажимаем пятерочку. Так, идем в изображение. Возвращаемся в Винчестер. Идем в фото. И теперь мы можем просто получать удовольствие от просмотра своих фотографий, своих любимых фотографий, своих альбомов, под свою любимую музыку. Это я. Можно вот так вот повертеть фотографию. Не знаю, зачем это, но сделать это можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это тоже я. А вообще это Цей, Северная Осетия. Прекрасное место. Кому интересно, могу дать ссылочку, как туда съездить. Так, ну что ж, на этом я, пожалуй, это видео заканчиваю. Странно, и так слишком затянулось. Мы познакомились с HD-медиаплеером, который встроен в приставку DVB-T2. Посмотрели, как он работает и убедились, что это действительно полезная и интересная опция. Я думаю, вы со мной уже согласны. Если у вас еще нет цифровой телевизионного ресивера DVB-T2, переходите по ссылочке, которая находится под этим видео. Перейдя по ней, вы попадете на сайт dvplay.ru, на страницу с очень большим ассортиментом приставок DVB-T2. Сможете узнать актуальные на сегодняшний день цены и при желании сделать заказ. Я же с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш видеоканал. Не лишайте себя удовольствия от просмотра моих видеороликов. С вами был Петр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok